Это программа Дело по плечу И сегодня будет необычный выпуск Потому что сегодня будет много железа Будет много огня и будет много звука Сегодня пробую на себе Дело кузнеца Пойдемте Рассказывать мне сегодня про нелегкую Древнюю профессию кузнеца Будет мне Максим Привет, Макс Слушай-ка, Максим Скажи мне по-честному Когда ты понял, что ты кузнец? Могу так сказать, что что-то ковать Что-то делать из металла Я начал совсем в детстве То есть это был какой-то очень давний год Я был совсем маленький Отец мне выдал как-то килограммов 5, наверное Кривых гнутых гвоздей Сказал, слушай, надо исправить Они так за деньги покупать надо А ты им их сейчас исправишь Давайте делать нечего Мне кажется, в тот момент я и стал, наверное Очень близок к состоянию кузнеца Скажи мне, пожалуйста Нынче работа кузнеца Профессия кузнеца Это престижная или это удел, скажем так Ну, плохое слово, аутсайда какого-то То есть это какая-то непрестижная профессия или нет, или это экзотика нынче? Мне кажется, что это больше похоже на экзотику Потому что это, знаешь, это как картины писать То есть хороший кузнец, он на вес золота То есть вот прям профессионал, художник То есть это такое отношение А к слову, например, там кто просто гвозди гнет Или там, знаешь, какую-то холодную крученку Делает у нас, не знаю, любой китайский станок Вот, для этого не надо быть ни кузнецом, ни там То есть не надо там в горячую греть заготовки, там прочее Вот, видимо, в этом вся фишка То есть кто-то маслом пишет, а кто-то, знаешь, там распечатывает на принтере Вот в этом нравится Кузнец, хоть и весьма экзотическая по нынешним временам профессия Но, как и прежде, требует от мастера немалой физической силы Которая еще и должна сочетаться со взглядом художника С чего начинается у тебя рабочий день, с чего начинается работа кузнеца Давай двигаться, ну, а дальше все в процессе Все начинается с самого обычного То есть нужно вытащить горн Ну, я смотрю, мы уже все справились с этим Справились без меня, окей Хорошо, горн вытащили, обложили кирпичом Разожгли Разжечь горн довольно просто То есть ничего такого сложного в этом нет Хорошо, сегодня мы будем делать самую простейшую вещь Мы будем делать за точку То есть, грубо говоря, оттягивание, так еще там процесс называется Вот возьмем обычный гвоздь Грубо говоря, ну, потому что гвоздевая сталь, она самая мягкая Самая такая распространенная Да, может, доступная, так сказать И тем более не жалко Не жалко, если есть спорт Вот что значит быть подмастерием, друзья Тебе дают то, чего не жалко После того, как все разжегся горн Берется обычный гвоздь И нам дали 200, наверное, да, это? 300 миллиметров И мы его просто закидываем Весь или надо какую-то часть сюда отсунуть Вот столько Вот примерно столько Самое яркое, так сказать Самое яркое место погружаем гвоздь Просто смотрим по цвету То есть он через некоторое время нагревается Пока вот он совсем холодный Ну, понятное дело, подольше времени Чуть больше Там будем вытаскивать и смотрим Он такой становится вот такого же яркого цвета Вот, да, грубо говоря, это будет от 800 до 900 градусов Есть какие-то условия, есть какие-то атрибуты новичка, кузнеца? Совсем новичок Должен после месяца уже много чего сможет сделать Вот Что ты можешь слепить из пластилина за месяц лепки из пластилина? Я могу Я могу собачку слепить Отлично Оказывается, есть еще один нюанс Мы сейчас пока с Максимом разговаривали Подмастерия Маша уже вытащила мой гвоздь, который я засунул По одной простой причине Говорит, он может сгореть внутри Что значит сгореть? То есть металл оплавится и капать начнет? Ну, да, он будет гореть, светиться как бенгальский огонь Мы можем потом специально оставить заготовку И посмотреть, как это красиво полыхает Отлично Первый раз в жизни пробую ковать Без разницы, какой рукой бить Ну, если ты левша, бери левой рукой Если ты правша, бери правой Итак Понятно Вот этот молоток весит полтора кило То есть просто взять и Друзья, ну что я вам хочу сказать Первый блин прям супер комом получился Потому что Максим получил за 30 секунд сделать нормальный конечик Который можно тыкать уже кого-нибудь А у меня нифига не получился Поэтому греем еще раз Как рассказал Максим Профессионализм кузнеца измеряется достаточно странно Настоящий аст кузнечного дела должен успеть сделать максимум работы За наименьшее количество разогрева в заготовке Мне до такого не то, что далеко А супер далеко А еще Максим мне сказал, что Чтобы кончик был супер острый Надо положить его на самый краешек Потому что здесь вот молоточек, он кругленький И чтобы он не соскальзывал, надо положить его на краешек Вот отлично затачивает Хочешь, хочешь, хочешь Что скажешь, Максим? Ну, скажу, что в землю стакаться он будет Так, что дальше? Вот сейчас нам скажут, что нас докинутся уголька Мы угля в горн добавим, разгорится И мы будем делать ее квадратную во всю длину Во всю длину Пойдет? Вокруг, да, да, пойдет Я правильно понимаю, мы весь туда сейчас кладем его Вот, греем, грубо говоря, вот эту часть Соответственно, эта часть должна вот там лежать Все-таки кузнец, это такая настоящая мужская профессия Брутальная Такая, знаешь, не повысить этого слова Самцовая такая Вот скажи мне, пожалуйста Клюют ли девчонки на кузнецов? Вот этот вопрос, мне кажется, связан напрямую с личностью Могу только одно сказать Что в Сарове меня знают, как кузнец, Макс, кузнец там и так далее Ну, с одной стороны, конечно, льстит Вот, но, как бы, как мы смотрим Очереди девчонок я не вижу А этот вопрос зададут все, кто будут смотреть нашу передачу Зачем тебе пылесос? Зачем на кузнице пылесос? Объясняю Давай Мне проще сказать, чем рассказать Вот он дает воздух Так, поехали дальше Поехали дальше Брутальный самец Альфа-самец Я, конечно, сковал свой первый Выковался из своего первого гвоздя Колышек для палатки или шатра Теперь профессионал будет показывать Как из вот этого 300-мм гвоздя Получается вот такая вот красота Макс, готов? Поехали Держи Я пока проиграю по всем фронтам, Максим Только что Макс мне сказал, что мы сейчас будем работать как в настоящей кузнице Так как это делали, грубо говоря, в древности То есть он будет мастером, а я буду подмастерием Мне дадут большой молоток, которым я буду наносить удары А Макс будет доковывать Мне кажется, это очень круто Никогда такого не было Круто! Работа с большой наковальней С большим молотом, да? С кувалдой Это работа подмастерия По сути, да Подмастерия это та самая физическая сила, которая позволяет делать Именно так Слушайте, 10 ударов рука отсыхает Придется переложить кувалду в другую руку А что-то красивое умеешь сделать? Я думаю, сейчас сделаю какой-нибудь листик Я думаю, на ночь в музеях очень многие видели, как это делают Так что не будет ни для кого новости Но сама идея, что из гвоздя буквально вырастает маленький листик Я думаю, круто! Будет вполне себе приятно людям посмотреть Спасибо тебе огромное, во-первых, что ты нам удивил сегодня времени В своем плотном графике кузнечном Скажи мне, пожалуйста Получилось ли у меня что-то из твоей профессии Из профессии кузнеца? Да Я думаю, у тебя получилось Получилось очень неплохо Перспективы есть, развитие Соответственно, если у тебя уже с первого раза получается так То определенно стоит трудно Это дело тебе по плечу Спасибо, Максим, большое Не за что, обращайся Спасибо, Максим Спасибо, Максим Субтитры подогнал «Симон»